Каждый раз по очереди ходят ходом короля, строго запрещено наступать на уже пройденные поля. Соответственно, тот, кто не может сделать ход, проиграл. Кто выиграет при правильной игре? Паршрут пересекать себя можно, это все пожалуйста. Но наступать на уже пройденную клетку нельзя. Что? Выиграть вверх, если будет ходить в сторону с черными шлопами. Неверно. Поиграйте. У нее совсем другой ответ. Слушайте, можно поиграть сначала? Есть такая игра. Просто вы пытаетесь сразу сказать ответ, вместо того, чтобы решать задачу. Вас никто не торопит. Александр Васильевич, такая игра уже есть. Вам рассказывают, студенты играли в настольный футбол. На пройденный кубик, не спать нельзя, и кто не мог... Нет, секунду, стоп. На свете есть огромное количество игр. Разумеется, кто-то мог во что-то играть и так далее. Есть такая отличная игра шахматы. В нее уже несколько столетий люди играют. А на самом деле, по чуть-чуть другим правилам, уже много столетий. И она, собственно говоря, не надоедает. Что кто-то играл в такую же игру, это совершенно не аргумент, почему бы нам сейчас не поиграть в игре. Ну, давайте, для определенности опять на том же поле Т4. Хотя вы увидите, что это не так важно. Вы с кого будете играть? У вас есть выигрышная стратегия? Или просто вы считаете, что вы с кого будете играть? Расскажите, как вы будете играть? Да, и дальше, что дальше? Вы будете с кого играть? За первый или за второй? За второй. Дальше, как вы будете играть? Ну, если первый сходит, вы сюда. Да. А теперь, наверное, я сюда. Хорошо. Если первый сходит, вы сюда, я сюда. Это, конечно, замечательно, но ситуаций в этой игре огромное количество. Поэтому, когда вы говорите, если сходит сюда, я схожу сюда, меня это совершенно не устраивает. Мне нужно описание стратегии. То есть, какие-то общие слова, которые при любой доске, при любом расположении, при любых родинных полях, скажут туда идти. Давайте, конечно, поиграем, пожалуйста. Давайте поиграем, я готов с вами поиграть. Ну, так сказать, долго будет. Ребята, это ничего не дает для решения задачи. Если я сейчас проиграю, это будет всего лишь мой проигрыш в какой-то одной конкретной игре. У нас здесь идет какая-то игра. Ура, видите, я победил. Но случайно. Это он просто не заметил одну оружку. И это ничего не дает для нашей игры. Мы играли с более-менее случайным образом. Кто-то из нас победил, кто-то проиграл. Это не решение задачи. Это просто случайная игра. Да. Вы играли с первым. Как? Нет, стоп. Первый – это тот, кто делает первый ход, да? Да. Отлично. И как? У вас есть четкая стратегия, как вы собираетесь сегодня выигрываться? Есть или нет? Нет. Жестко. Многие думают, что вот эти вот игры – это простые задачи. На самом деле, ничего простого в них нет. Очень часто это, наоборот, сложнейшие задачи. Должны придумать стратегию для любой игры второго. Да? Со второго людей все время ходят по диагонали. А что такое по диагонали? А вдруг-то вам ответят не по диагонали. Не понимаю. Ребята, когда вы сделаете несколько ходов, там, десяток ходов, то у вас уже возникает такая сложная позиция, что ее невозможно описать. Ну, вот здесь вот я его увидел случайно. Он же не заметил эту ловушку. Была совершенно нехитрая, но не заметил. Вот эти все идеи «надо попробовать в круг» и так далее разбиваются одним ответом. А что делать, если он не даст себя в круг? И почему вот именно первый сумеет второго в круг, а второй не сумеет?